Тольяттинский автоград Играть и выигрывать Волге надо было после досадного домашнего поражения от Ижевского «Зенита» со счетом 1-3. Последнее время не блистало результатами и результативностью и лада. Предыдущие два поединка в первенстве страны Тольяттинцы завершили с одинаковым счетом 0-0. Потому что когда 0-0-0, вроде бы неплохо все, но никак не можем забить. От уверенности победа прям как воздух была нужна. Сделали выводы по сравнению с предыдущим неудачным домашним матчем с Ижевским. То есть что поменяли в игре. Особенные изменения в игре Волги стали заметны во второй половине игры, когда на замену после безголевого первого тайма вышли Георгий Заикин и Роман Терехин. Преимущество Волжан стало очевидным и у ворот лады стало по-настоящему жарко. Апогеи этот натиск достиг за пять минут до финального свистка, когда после розыгрыша штрафного мяч угодил в штангу. На этом отрезке матча на игру Волги Люба дорого было смотреть. Однако этим молодцам не хватило концентрации на последних секундах, когда Лада провела свою одну из немногочисленных атак. Ее даже осмысленно назвать трудно, и она была похожа на обыкновенный навал. Но именно это и принесло успех хозяевам. 1-0 в пользу Лады. Теперь у Волги трудный домашний матч против Нижегородского олимпийца 9 сентября на стадионе Старт. Михаил Сашанский. Новости Ульянской правды. Из Тольятти.